Транспортные проблемы ЖК Люберца вновь обсудили вместе с инициативной группой жителей. На этот раз встреча состоялась в администрации. Главные темы – расширение Зененского шоссе, повышение тарифов за проезд и отсутствие социальных льгот. Подробности знает Анна Троян. У нас маршрутки забиваются на конечные остановки. Даже сейчас, Сергей Павлович, видео в чате лежит, огромные очереди нас стоя и сидя. То есть даже стоя, чтобы войти на конечные остановки вертолетные 20, люди стоят достаточно долго. Транспортные проблемы ЖК Люберцы – сотрудники регионального Минтранса не первый месяц держат на личном контроле. Вот и в этот раз, чтобы урегулировать проблемы Люберчан и поучаствовать в открытом диалоге с инициативными жителями, приехал Андрей Середнев. Честно могу сказать, очередь есть, но эту очередь, наверное, я бы назвал наибольшей искусственной. Почему? Потому что пустой автобус отъезжает с конечной остановки. Я, знаете, неоднократно это наблюдал. И я сделал вывод, наверное, все-таки, что мы хотим ездить в пустом автобусе, мы хотим ездить сидеть. Вопрос очереди на маршруты следующей из ЖК Люберцы, пожалуй, уже уходит на задний план. Ведь микрорайону выделили новые автобусы повышенной вместимости. Следующая тема, волнующая жителей, повышение стоимости проезда на 10-15 рублей. Однако, несмотря на возмущение пассажиров, в росте тарифов Минтрансобласти видит определенную целесообразность. При условии, что компания с 2016 года ни разу не поднимала тариф, более-менее справедливо. По одной простой причине. У нас что получается? У нас даже тарифы по маршрутам, которые с скурегулированным тарифом, так называемые социальные маршруты, они ежегодно, тариф повышается ежегодно. И он устанавливается в правительстве Московской области. Каждый год. Перевозчик, когда эти два года, ни разу не поднимал. И, зная ту обстановку, которая здесь есть, зная, что тяжелые условия, министерство просило его максимально долго не поднимать. Кроме того, люберчане пожаловались на отсутствие льготных автобусов от микрорайона и обратно. Однако, по словам Андрея Середнева, действующий маршрут невозможно включить в реестр льготных, так как они не следуют до социальных объектов. А в самих ЖК проживает в основном молодежь. Он добавил, что, несмотря на это, перевозчики предоставляют льготные бесплатные места и возят по социальным картам. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин